Тема моей проповеди сегодня называется «Вас в церкви обидели?». Мы сегодня поговорим об обиженных, о тех людях, которые соблазнились, которые приткнулись на людях, на верующих, на тех, которые ходят в церковь, потому что я думаю, что вы знаете таких людей, которые по каким-то причинам из-за плохих примеров оставили церковь. И, читая Писание, мы видим, друзья, что церковь – это общество святых. Это общество набожных людей, честных, добрых. Святых имеется в виду правильных или порядочных для людей, которые незнакомы с церковью. Но когда неверующие или новообращенные люди приходят к Богу или попадают в церковь, они сразу замечают, почти всегда, что люди здесь в церкви другие. Здесь другие взгляды, улыбки, светлые лица и другая атмосфера. И кажется многим со стороны, кто достаточно новый в этом обществе, что здесь собрались все ангелы. Действительно, люди хорошие, светлые, но, к сожалению, иногда позже они узнают, что в церкви не все такие святые, как им показалось. И они сталкиваются с разочарованием. Люди, которые называются верующими, ходят в церковь, вдруг они видят в этих людях лицемерие, обман. В церкви они одни, а в бизнесе они совершенно другие. Кидают на деньги, обманывают. Вот эти как бы святые или верующие могут орать, грубить, материться, мстить, не прощать. Плюс, возможно, вы слышали истории некоторых верующих аферистов, которые, прикрываясь Богом, говорят, что мы верующие, на самом деле это люди, которые обогатились, обманули людей, забрали у них деньги, квартиры и подобное. Иногда падение лидеров, верующих или священников, иногда, когда вскрываются греховные преступления таких людей святых, это приносит глубокое разочарование прихожанам в церкви. Это подрывает авторитет церкви. Это ложится большим пятном на всех верующих. Секта, гипноз, колдовство. И все это перемешивается с истинным христианством. Это настораживает. И один вопрос. Где правда? Кто среди них настоящий верующий? Кто искренний? А кто лукавый? И вот здесь, друзья, мы с вами попробуем найти ответ. Правда заключается в том, что везде, всегда, где существует оригинал, всегда есть подделка. Это подделка, то есть не настоящая, не оригинальная. Фейк. Я думаю, что вы знаете такие часы Rolex. У меня не Rolex. Просто я думаю, что вы знаете такие часы. Они очень дорогие. И очень ценятся. И стоят иногда тысячи долларов. К сожалению, иногда эти часы можно купить меньше, чем за 100 долларов. Кажется, что случилось с ценой или с часами? Это просто подделка. Фейк. Иногда некоторые сумочки брендовые могут стоить тысячи долларов. А иногда вы такую сумочку можете купить за 50 долларов. И точно так же будет тот же бренд написан. Подделывают деньги и даже золото. Бывает фальшивым. И это, друзья, нас все подводит к выводу, что, к сожалению, иногда среди христиан и верующих это тоже есть. Есть истинные христиане, а есть фальшивые. Есть настоящие верующие, а есть просто название. Номинально. Все как бы сверху правильно. Но на самом деле это фальшивые, лукавые лицемеры. И Христос об этом предупреждал. И это знание и понимание, оно должно нам помочь правильно ориентироваться, когда мы сталкиваемся с такими плохими примерами. С так называемыми верующими людьми. Христос, помните, говорил о них и называл их это гробы окрашенные. То есть снаружи все как бы правильно. Все как бы вроде бы выглядит хорошо. На самом деле внутри это совсем не так. Итак, друзья, прочитаем с вами сегодня притчу. Иногда Иисус Христос, используя притчи, не все их понимали. Но притчу, которую сегодня мы прочитаем вместе, хорошо то, что Иисус ее объяснил ученикам. И нам уже не нужно угадывать ее значение. Но там есть много хороших глубоких уроков. Итак, читаем вместе с вами Матфея 13 глава. С 24 по 30 стих. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы, домовладыки сказали ему, господин, не доброе ли семя ты сеял на поле своем? Он же сказал им, это враг человека сделал это. Они ответили, хочешь ли мы пойдем и выберем, выдернем, вычистим их? Но он сказал нет. Чтобы выбирая или вырывая плевелы, вы не выдергали нечаянно вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе. Это важно запомнить. Оставьте расти вместе. И то, и другое до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Итак, в этой притче Христос показывает иллюстрацию, разницу между верующими людьми и неверующими, между представителями Бога и, в Писании так говорится о плевелах, что это даже дети лукавого. Здесь также можно увидеть принцип, разницу между настоящими верующими и фальшивыми, лукавыми верующими. В этой притче Христос, как преобраз, выступает фермер или тот, кто сеет, засеивает поле хорошими семенами. Враг – это дьявол. Кстати, все это объясняется в этой же главе чуть ниже. Который ночью приходит и засеивает поле плохими семенами. Итак, у нас есть зерно, пшеница. Это представляет истинных христиан, детей Божьих, настоящих. А плевелы – это подделка, это имитация, это фальшивое, ненастоящее. Поле – это мир. Но, к сожалению, этот мир иногда может проникать и в церковь. Когда я говорю слово «мир», это имеется в виду ценности у этих людей другие. Не божественные, не библейские. И теперь давайте попробуем разобраться, что такое плевелы. На вашем экране вы можете видеть, что плевелы по-другому – это сорняки или бурьян. Их семена на вид трудноотличимы, они от зерен пшеницы. Но самое важное – это то, что до появления колоса плевелы практически неотличимы от пшеницы. Это важная мысль. Когда вы смотрите, вы не можете внешне определить, кто есть кто. Дальше. Этот факт я не знал, что семена плевела ядовиты. Причем само растение не ядовито. Ядовиты только его семена. На семенах плевела живет ядовитый грибок. Попадая в хлеб, плевелы делают его непригодным для еды. Сила яда такова, что отравить лошадь может всего 7 грамм семен. Если вы слышите такую фразу «я засею твое поле вредными семенами», раньше, исторически, это было самой ужасной угрозой крестьянину. Даже во время Римской империи существовал закон, и было строгое наказание за такое преступление. Если раньше вы хотели кому-то причинить зло или насолить, вам нужно было прийти в его поле засеять плохими семенами. И у него проблем было на год вперед. Он вас будет вспоминать. Итак, друзья, я хочу показать несколько визуальных иллюстраций. На первой картинке вы видите поле, на котором растут оба и пшеница, и плевелы. Сдалека вы почти никогда не различите, в чем разница. Если даже эту картинку приблизить, то до жатвы вы не увидите разницу. Все смотрится одинаково, правильно и красиво. Вот это самая большая сложность. Почти невозможно увидеть разницу. На следующем слайде вы увидите уже более приближенный кадр, где вы уже, если присмотритесь, немножко видите разницу. Но и то, эту разницу можно увидеть только при условии, что уже ближе к жатве. В самом начале вы абсолютно никакой разницы не увидите между двумя растениями. Третий слайд показывает нам семена, которые представлены семена зерно или пшеница, а другие семена — это плевелы. Когда мы говорим о поле, то они спрятаны в поле, и их вы не видите. Они в земле. Чтобы их разоблачить, нужно только вскопать, открыть. И только тогда вы на этом слайде можете явно увидеть разницу между семенами пшеницы и плевела. Итак, друзья, этот опыт показывает нам, что наша жизнь всегда подвержена двум влияниям. Одно из них содействует процветанию и росту, твоему росту, росту семени, которое сравнивается со Словом Божьим, а другое пытается погубить доброе семя еще до того, как оно вообще может принести плоды. И отсюда вытекает урок, что мы всегда должны быть на страже. Дальше на поле могут расти разные растения, но важно знать, что бурьян растет всегда быстрее. Сорняки растут всегда быстрее, несмотря на то, что там есть и хорошее растение или семя. Итак, первый пункт, вывод из нашей притчи – это то, что верующие не все настоящие. На основании этой иллюстрации из Библии мы видим разницу. Мы видим разные категории. Мы видим, что есть настоящее, а есть фальшивое, которое просто пытается подражать. Итак, друзья, в церкви есть верующие люди, есть люди, которые не ходят в церковь, но называют себя верующими. В Америке здесь почти все верующие, но смотря на их действия и дела, вы понимаете, что там что-то не то, либо с названием, а скорее всего, с их ДНК, с природой. Большинство из нас, эмигранты из Советского Союза, выросли в православной церкви. Там тоже почти все православные считают себя верующими. Но когда вы смотрите на их поступки, вы можете очень разочаровываться в таком Боге, в такой вере и в таких названиях. Интересно заметить, что в этой притче все представлено по два. Я думаю, если мы вникнем в детали текста, это нам помогает запоминать. Например, два сеятеля или два фермера. Дальше. Два вида растений. Пшеница и плевелы. Потом все будет разделено на два вида людей. И в конце два варианта вечности. И то, и другое. Два, 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 два. Это все нас ставит перед одним простым решением. Выбор. И это нас также предупреждает, наталкивает нам мысленно то, что есть и другие, ненастоящие. И здесь, друзья, хочу заметить то, что дьявол умышленно... Дьявол — это враг. Написано, что он это сделал, посеял плохие семена ночью. Это нам говорит о том, что именно когда человек расслабленный, ночью мы расслаблены, мы не так бодруствуем, не так стоим на страже ночью, именно в эти моменты бьет дьявол, пытаясь разрушить, повредить нам. И вот смотрите, какая тонкая тактика. Умышленно сеет семена плохие среди хороших, среди божьих детей. Так, подожди. Но если ты хочешь сеять семена другие, нет проблем. Вот территория другая, пойди, пожалуйста, там сей. У нас одни ценности, у вас другие. Мы верим так, вы верите по-другому. Если вы не разделяете наши ценности, нашу веру, нет проблем. Идите и там себе, будьте как-то. Не трогайте нас с вашей аджендой, вот этой нечестивой. Но нет. Весь смысл в том, чтобы посеять среди доброго, среди хорошего, на том же поле, на той же территории, среди настоящих верующих, чтобы там оказались фальшивые, лукавые, лицемеры, чтобы там были и плевелы. Цель все перемешать, сделать смуту, навести месс, убрать границы, чтобы не было белого и черного, было только серое, чтобы ты не мог ориентироваться. Так, подожди, где я? Среди кого я? Так, а вообще, кто ты? Сегодня, когда мы иногда идем на свадьбу, вы иногда уже не можете различить, это свадьба христианская, или это свадьба мирская? Внешне все выглядит вроде бы нормально и правильно, и люди дышат одним тем же воздухом, ходят в одну и ту же церковь, сидят на тех же лавках, но у одних, вы видите, проявление Христа в жизни настоящее, а у других одно название, одни формальности, и только одни разочарования и расстройства. Хотя бы не назывался верующим, зачем ты портишь репутацию и название. И получается, что дьявол умышленно сеет и все растут на одном поле. Воу! Правда, нам как-то хочется это зло убрать, нам как-то хочется эти плевелы куда-то, не знаю, ну, ну вы же видели вокруг себя плевелов, да? Вот смотришь на лицо и явно видно плевел, слышишь его разговоры, явно видно плевел, и хочется их как-то, ну, повырубывать, повырывать, повыкидать, ну, сжечь, не знаю, бензином облить, что угодно. А тут мы читаем с вами «Пусть растут вместе». Lord, why? «Пусть растут вместе». Интересно. На одном поле. И здесь, друзья, мы с вами видим, что несмотря на то, что пшеница и плевелы очень похожи, но это правда только до появления колоса, до появления плода, их почти невозможно различить. Но как только приходит колос, плод там, проходит время, и тогда видно разница. И здесь, друзья, эта притча нам говорит о том, что с одной стороны кажется, все в порядке, у нас как бы тоже все нормально, все пушистые святые, верующие, но придет момент, который 100% обнаружит, что есть люди, которые 100% плевелы. Просто внешность, хорошая привычка, может быть, еще какие-то мотивы плохие. Люди входят в церковь разные, истинные, лукавые, горячие, теплые, которые называются верующими, но это такое дешевое название, притворяются. Мотивы неправильные, ищут выгоды, потребители, обманщики, и среди них есть и настоящие верующие. И все на одном поле. Ну, попробуй разобраться вот, да, вот в этом мессе. И кажется, друзья, что, ну, почему бы это не разделить, ну, почему бы это как-то не разобраться, не почистить. Так вот, друзья, в этом и есть тактика врага, чтобы на таких многие притыкались, соблазнялись, оставляли церковь, оставляли Бога, подорвать репутацию христианства всем верующим и церкви. Напомню, что религиозные фарисеи, они были еще во времена Иисуса Христа. Заметьте, они назывались правильно, они знали закон Божий, они ходили в храм, они выглядели очень духовными, а Христос на них говорил, гробы окрашенные. Так, оказывается, и тогда такие люди были? А как вам кажется, если тогда такие люди были, сегодня есть такой шанс, что и они есть? Здесь, друзья, мы с вами подходим к месту Писания, которое нам дает ответ. 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. Говорится так об этих людях, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Новый перевод, они выдают себя за истинных последователей Божьих, однако, не принимают его в свои сердца. Держись таких подальше. Вид, внешность, все правильно, но внутри слова, дела, все говорит об обратном. И всегда получаются такие люди по задумке врага будут проникать и в наши ряды. И здесь, друзья, нам верующим вызов. Если бы мы, люди, истинные христиане, знали Слово Божие, а я уверен, что большинство эту притчу знали, историю о плевелах и пшенице слышали. Знаете, в чем проблема? Не применяли на практике. А как это применять на практике? Когда встречаешь такого называемого верующего, который тебя кинул, обманул, обозвал, послал, у тебя приходит такое разочарование, что аж дыхание просто перекрывает, и ты думаешь, и это церковь, и это верующие. А когда ты знаешь Слово Божие, ты реагируешь. Так, друзья, в чем проблема? Проблема есть, но нас же об этом предупреждали. Христос же об этом сказал, ему огромное спасибо, он просто разложил по полочкам и предупредил, что такие люди будут. Поэтому, что ты раскис, не теряйся, ты на поле, а вокруг тебя и плевелы, и пшеница. И вместо того, чтобы обижаться, соблазняться, притыкаться на таких людях, ты просто применяешь Слово Божие. так Христос так сказал, предупредил. Поэтому, не сдавайся и не шатайся. А теперь, друзья, еще один урок. Мы видим на основании этой притчи, как добро и зло сосуществует вместе. Кажется, ну, а здесь как это понять? Есть именно добрые, а есть злые. И вот и добро, и зло, как это нам вот это, мы так от этого зла устали, мы страдания вообще как-то не хотим в принципе. И мы готовы рвать и метать, чтобы все это истребить. А здесь в притче видно урок «Так будет до конца жизни на земле, до жатвы». Ну да, дальше можно задавать вопросы, а лучше наша задача научиться жить среди плевелов, научиться жить среди зла и помнить, что мы все здесь истинные верующие временно, но на одном поле, оставлены расти вместе. Луки 4.35 написано «Иисус изгнал одного демона». Написано «Он ему приказал замолчай выйди из него и бес повергнул его посреди синагоги, вышел из него». То, что Иисус изгонял демонов, это не новость, мы об этом знаем, но то, что удивляет, это то, что где это произошло. У меня к вам вопрос, дайте мне точное местонахождение, где это случилось. Читаем вместе, на экране написано «В синагоге». А вы согласны, что вы всегда думали, что демоны в церковь не ходят? Что им там делать? Что они там забыли? На покаяние они же не идут. А тут оказывается, в синагоге это произошло на глазах у всех, демон выходит. Помните, как мы говорили с вами о том, как зло, представители тьмы, они проникают иногда и в церковь. И они проникают и появляются между пшеницей, между детьми божьими, со спецзаданием. Разбить и истинных верующих и соблазнить тех, которые на пути. Итак, друзья, еще одно местописание, 2 Коринфянам 11, 26, апостол Павел рассказывает о своих страданиях, об опасностях, и он говорит, страдал в пустыне, в опасностях на море, на земле и от лже братьев. В новом переводе написано, только страдал от тех, кто только выдает себя за братьев. То есть, называется who claim to be believers, but they are not. Называются верующими. Оказывается, значит, люди могут страдать, быть в опасности от того, что присутствуют такие люди, лукавые, но внешне название все правильно. Вы представляете, столько людей, неверующих, не знающих живого Бога, притыкаются и соблазняются из-за такой тактики врага. Вы видите, как иногда эта тактика дьявола работает. Сколько людей разочаровались в верующих, в людях, в Боге, в церкви из-за того, что они просто не знали этой истины. Что есть пшеница, есть плевелы. И так получается, что Иуды, они будут и среди нас. Иисус Христос имел ученика по имени Иуда, и он был с ним, ходил с ним, даже имел ответственность, имел служение. Казалось бы, внешне, ну все нормально. Но потом, в конце, такое предательство и разочарование. Оказывается, друзья, что есть и такие волки. И апостол Павел много писал, берегитесь, берегитесь некоторых. Лжеучения, волки, они так же проникают. Плевелы, это все та же тактика. Поэтому, друзья, нам важно понимать, что не все те, кто называется верующим, они по-настоящему такими являются. это первый пункт. Второй наш пункт, не притыкайся на людях или не соблазняйся на людях. Во-первых, потому что Иисус Христос предупреждал. Предупреждал зачем? С целью, чтобы мы не соблазнились на плохих примерах верующих. Будут лицемеры, будут лукавые, будут фальшивые. и из-за этого многие перестанут ходить в церковь. Возможно, уйдут от Бога, потому что вас обманули, кинули. Я хочу, чтобы вы передали, прошу, этим людям, которые соблазнились на людях, оставили церковь из-за таких плохих, в кавычках, верующих поступков и передали им. Это просьба к вам. Скажите им, что Бог здесь ни при чем. они же оставив церковь, я не знаю еще ни одного человека, который оставил церковь и стал более духовным. Церковь создал, сам институт создал Христос, значит, там есть смысл. Но там есть и враг, о плевелах мы с вами уже разобрались. И дальше получается, что мы с вами подходим к тому, что Бог здесь ни при чем, потому что вот эти плохие поступки, слова, и дела, Бог им никогда такого задания не давал. Чтобы вас ранить, вас обидеть, чтобы в церкви вы испытывали боль и были ранимы верующими людьми. Бог от этого скорбит не меньше, чем ты, потому что Бог из-за них умирал. Поэтому помни первое, Бог там ни при чем, возвращайся в церковь, возвращайся к Богу. Бог тебе не помешает, только поможет. И помни, если бы не Бог, то не дай Бог. Бог нужен тебе больше, чем ты это представляешь. И дальше, друзья, мы с вами видим, что Иисус Христос пытается ответить на эту историю ученикам, на этот подобный пример преткновения. Иоанна 21 глава, 21 стих. Беседа идет с учениками, Иисус Христос идет, и Петр его спрашивает, Господи, за другого человека спрашивает, а вот, а он что, а как с ним, а почему здесь, ну объясни, мы друг друга сравниваем. Иисус Христос ему объясняет, что тебе до того, ты иди за мной. Как это перевести на простой язык? Какое твое дело до него? Главное, ты иди за мной. Неужели ты думаешь, что ты всех сможешь исправить, всем сможешь мозги вставить, сможешь всех как бы хорошими сделать? Неужели ты думаешь, что ты успеешь? Хотя бы собой займись, и то тебя не хватает даже на тебя одного, чтобы все поправить. А вдруг почему-то ты решил, что ты сможешь, тебя на всех хватит, а у тебя здоровья не хватит на всех. Поэтому Христос и говорит, хотя бы ты иди за мной, смотри на меня и иди за мной. Если будешь смотреть на людей, есть большой риск, сильно разочаруешься, сильно разочаруешься в людях, поэтому иди за мной. Поэтому, зная уже эти принципы, не сильно обижайтесь на таких людей, и не сильно соблазняйтесь на таких людях, а помните призыв Христа к тебе, ты, главное, иди за мной. Что тебе до него или до нее, как они поступают, как они говорят, как они называются, главное, ты иди за мной. Еремия 17,5 написано, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свою опорою. Новый перевод, беда случится с теми, кто полагается на других людей и на их силу, возможности, связи, потому что они перестали верить в Бога. Первое хочу подметить, что в этом тексте есть глубокий ответ, когда это происходит, когда люди начинают надеяться на людей больше, чем на Бога, когда они удаляются от Бога. Там написано, видите, в тексте, потому что сердце их удаляется от Господа и как следствие, как результат, они начинают больше надеяться на людей, на лидеров, еще на что-то. Поэтому здесь призыв простой. Не надейся на человека, иначе ты можешь разочароваться. Не надейся сильно на проповедников, на пасторов, на верующих. А я вот думал он, а я думал она верующая. Все, что ты думал, в принципе, как бы, ну вы знаете, Индюк тоже думал, но не будем о нем. Но вы понимаете, друзья, что сейчас мы видим как бы в этом тексте, что наша главная миссия понимать, что иногда Бог может помочь тебе через другого человека, но помни, это Бог. Но главное через всю жизнь научиться доверять только Богу. Только Богу. Доверять только Богу. Потому что верующие священники, это все может меняться. А то, что неизменно, это Его Слово и Иисус Христос. Это должно быть твоим основанием, нашим основанием. Если только наклонился в сторону на людей надеялся, то здесь дьявол побеждает. Плевелы свою миссию выполнили. Выполнили свою миссию. А ты думал, что вокруг тебя только пшеница. А Христос сказал, остав расти вместе. И плевелы, и пшеницу. Поэтому, друзья, если у вас был плохой опыт в церкви, не спешите делать вывод, что верующие все такие, все такие плохие. А что, если это был проповедник или служитель, то тогда вообще полный шок и разочарование. И к сожалению, если такое и бывает, друзья, во-первых, нам важно понимать, что все делают ошибки. В Библии есть пример, 1 царств, 1 глава, 14 стих, когда священник Ильи неправильно поступил по отношению к Анне, которая пришла в храм и молилась. Написано, что она молилась, бурмотала под нос. Настолько было ей тяжело морально, что она даже не была сил выразить свои эмоции. И она так еле-еле шепотом приходит здесь священник и говорит, ты пьяная. Как бы вы отреагировали? Если бы вам такой диагноз поставили, ну не просто уборщик, а священник. Вы можете себе представить скорость звука, как вы улетаете из этой церкви? А потом представьте себе, какие будут, как это сказать, артикли, articles, поэзии, какие будут на фейсбуке и на инстаграме за него, за пастора, за церковь и за вообще всех верующих. Да их так на них попрут, так их обольют, вот это такие-сакие верующие. Хватает у вас воображения это представить? И здесь, друзья, смотрите, Анна не ушла из храма, не бросила, не покинула, хотя он не спросил даже, как дела, не спросил, в чем суть проблемы, а так раз так с плечарок осудил. Такой condemnation, бабах, ты пьяная. Хотелось бы встать и показать, кто здесь. Ну, так бывает, да? А потом вспомнил, так ты же пшеница. И так, друзья, бывает, что нам так по жизни так надо вот всегда бодрствовать, стоять на страже. Потому что плевелы не тут, как тут бывают, попадаются. Бывают, просто ошибаются люди, а бывают специальная адженда. И помни, что от этого больно не только тебе, но и Богу. Из-за таких плохих примеров. Я думаю, что многие слышали эту скандальную историю за одного проповедника, Мунтян, который в Украине проповедовал и очень много людей соблазнил, обманул на деньги, а потом в итоге вскрылось все его лукавство, грех, в котором он живет, ересь и так далее. Но тысячи людей, тысячи людей повелись, пошли, слышали, ходили, давали. И здесь, знаете, об этом написано в Писании. 2 Коринфянам 11 глава, 14 стих. Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Воу! сам сатана может принимать вид, быть актером, быть верующим таким духовным, святым и все правильно так вроде бы рассказывать до времени. Вы понимаете, как это нас должно верующих настораживать всегда быть на страже? Всегда быть на страже? Всегда. Потому что только когда появляется плод, там разница. тогда разницу мы видим. Но это еще не все. Дальше написано, что и его служителей, служители кого? Вот этого ангела света, типа, принимают вид служителей правды. Оказывается, проблема не только в том, что он маскируется, а у него еще есть слуги, агенты. Это вообще уже настораживает. Хочется сказать, Богдан, ты нам такого не рассказывай вообще, а то чувствовали себя нормально, а тут ты нам понарассказывал. То я там на Маню обиделась, да и все, ну разница, а тут дело более серьезнее. Не просто это Маня или Саня, это там глубже дела сокрыты. И здесь, друзья, все вот здесь вот на протяжении, вот на основании таких вот примеров писаний мы видим, как многие люди притыкаются, соблазняются, либо на служителях, либо на верующих, уходят от Бога, из церкви. Но здесь важно, друзья, понимать, что даже если такие бывают плохие примеры или ошибки, важно себе знать, что таких меньшинство, большинство это хорошие, настоящие, божьи люди, служители, священники, проповедники, которые служат и Богу, и служат и людям. За это слава Богу. Если, друзья, сказать, что вы все такие, все верующие такие, все фальшивые, все неискренние, то тогда это все равно, что утверждать, что все мужья плохие. Все, все мужики, все, все такие негодные. Вопрос, а ты хочешь, чтобы твоя доченька вышла замуж? Ну, так все же, все же, все же. Ну, не все. Ну, вот. Тогда что ж ты говоришь, что все верующие, все такие. Слава Богу, что не все. Но есть и плевелы. Вот почему важно бодрствовать. Это все равно, что сказать, что все браки, семья, это все как бы такая одни страдания. Но смотрите, и церковь, и брак создал Бог. Но он не создал брак для того, чтобы люди в нем страдали. Но потому, что люди не живут по божественным принципам, отвергая его авторитет, не имея правильных приоритетов и отношений с Богом, страдают. Страдают. Но не потому, что Бог что-то неправильно сделал. Поэтому, друзья, нам здесь важно разобраться, где я и моя ответственность. Поэтому неправда, что все верующие плохие, все церкви плохие, все они такие лицемеры. Это, знаете, есть такое выражение ложка дегтю портит бочку меда. И здесь важно зрелым христианам устоять, разобраться и продолжать расти. Не колебаться, но стоять на поле. Плевелы это оружие, тактика дьявола, чтобы разрушить авторитет церкви, подорвать авторитет всего христианства, стать большим пятном, преткновением, соблазном для всех, кто только интересуется верующими или верой в Бога. Это тактика врага. Поэтому, друзья, помните, что церковь это госпиталь. Сюда ходят все. Несовершенные люди, больные люди, калеки, лицемеры, грешные, несовершенные, лукавые, и среди них есть и истинные, настоящие верующие. Вот почему церковь открыта для всех. И слава Богу, что кто-то сюда приходит с хорошим мотивом лечиться, признавая свою проблему. поэтому я призываю вас, друзья, фокусируйся на Христа, а не на людей. Наш эталон, основание нашей веры и поведения это Божье Слово и Христос, который вчера, сегодня и во веки тот же непоколебим. Его Слово, оно не изменяется, а люди, к сожалению, меняются, нас обижают, соблазняют и служат плохим примером. Но как важно помнить основание и фокусироваться на Христа и на Его Слово. И в заключение, друзья, хочу сказать, ты, как Дитя Божье, ты должен понимать важность твоего места, которое ты занимаешь на поле. А теперь самый важный вывод. Там, где ты сейчас находишься, ты там не случайно, а расти и цвети там, где ты посажен. Среди бурьяна и плевелов задача ясна. Расти. цвести и плоды принести. Нелегкая, правда, задача. Но когда мы понимаем всю картину, легче достигать цели. Поэтому, друзья, вопрос к вам. Ты плевел или пшеница? как здесь разобраться, у нас будет с вами еще вторая часть этой проповеди. Как узнать, что и кто я и как не попасть в это обольщение. Давайте мы поднимемся все на ноги. Я хочу всем нам и всем, кто смотрит нас онлайн, пожелать уйти с этим вопросом. Господи, помоги мне понять, кто я, плевел или пшеница. Помоги мне устоять и расти на этом поле. И помоги мне не соблазняться и не притыкаться во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...